Рубин Казанцев встречались с питерцами на центральном и уступили гостям, выигрывая по ходу встречи два мяча. Надха и Кисляк в первом тайме сделали весомую заявку на победу, однако гол Широкова и дубль Дани позволили Зениту увезти домой три очка. Другие две встречи Казанцев и Питерцев закончились ничью. В последнем матче Зенит одолел Динамо, тем самым обеспечив себе чемпионство. Скорее всего, Лучано Спалетти даст отдохнуть нескольким основным игрокам после этой встречи. Уже 6 мая Зениту предстоит сыграть дома со Спартаком, и этот матч для сине-белоголубых гораздо принципиальнее. Широкая обойма качественных футболистов позволяет Спалетти практически безболезненно заменять основных игроков. Встречу с Рубином из-за перебора карточек точно пропустят Зырянов и Кришета. Предлагаем вам состав Зенита по версии нашего канала. Место в воротах займет Малафеев. В обороне выйдут Лукович, Ломберц, Алвиш и Анюков. В центре поля сыграют Денисов, Семак и Файзулин. На флангах выйдут Хусти и Убыстров, а на стрее атак Бухаров. Рубин в последних матчах никак не может одержать победу. Команда создает немало моментов, однако раз за разом упускает возможность подняться в турнирной таблице. Надеюсь, что ничейный синдром прервется и мы будем выигрывать. Потому что, ну я не знаю, в записи смотреть надо, но мне кажется, что Кубань не создал сегодня суд моментов. Как бы мы ближе к победе были. И с Локомотивом-то опять же, та же игра опять. Но это футбол и тут главный результат. Тем не менее, шансы Рубина на Лигу Чемпионов все еще остаются. По сравнению с предыдущим туром, расстояние до второго места сократилось до пяти очков. Совсем рядом и зона Лиги Европы. Предлагаем вам ориентировочный состав Рубина на этот матч. Рыжиков займет место в воротах. В обороне сыграют Ансалди, Бакетти, Навас и Кузьмин. В центре поля выйдут Рязанцев, Надха и Роман Еременко. По краям сыграют Касаев и Караденис, а Вальдес выйдет в центре нападения. Еще ни разу в этом году центральный не собирал полные трибуны. Приходите на стадион завтра в 18.30 и поддержите любимую команду.